МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я, как мама маленького ребенка, понимаю, насколько сложно сочетать это все и быть и мамой хозяйкой, и самореализацией, еще и в конкурсах участвовать. Насколько сложно было это? Это было очень интересно. Быть из зоны комфорта, как привычно, такая жизнь мамы. И у меня было два декрета подряд, поэтому я погрузилась в какие-то активные действия, движения, подготовки, встречи. Мы научились танцевать, красиво ходить, провели множество благотворительных акций. Поэтому просто это выход из зоны комфорта. Конечно, в этом была самая главная сложность для меня, по крайней мере. Наталья, расскажите про конкурс «Миссис Евразия». Он для вас стал каким? Он для меня стал чудом. Потому что лет 8 назад я просто, так скажем, залезла в норку и себя, как женщина, уже не развивала. А вот сейчас я понимаю, что если была бы возможность сделать этот шаг раньше, на те же 8 лет, на 5 лет, конечно, для женщины это очень здорово, попадать в такое пространство, захотеть меняться, захотеть посмотреть на себя другими глазами. Ну, я очень рада, что я пошла. У вас такое классное вообще «Миссис, возможно, все». Это что значит? Это значит, что если ты в 55 лет делаешь шаг... 55? 55 лет, да. Делаешь шаг нестандартный, так скажем, идешь участвовать в конкурсе, ты понимаешь, что возможно все. У вас была мощная поддержка? Да. Мои болельщики заняли первое место. Они молодцы. Дарья, а про вашу семью расскажите, как вас поддержали? Потому что малышей, да, у вас 11 месяцев, это прям совсем маленькие. 3 года и 11 месяцев. Ну, конечно, мой супруг, это моя мощная, это он герой, вот правда. Я думаю, это все заметили, да, как он себя вел на самом финале, как он меня поддерживал, как он переживал, мне кажется. Он даже радовался больше, чем я, потому что у меня еще было такое состояние аффекта. И вот, конечно, все эти два месяца, когда у нас были подготовки, занятия, он был с нашими детьми. Это тоже, ну, представляете, папа, да, с двумя маленькими детьми. Поэтому ему огромное спасибо. Мои родители, моя мама, кстати, она шила платье, в котором я вышла на финале. Поддерживали во всем. Ну и город мой тоже меня поддерживали. В интернет-голосовании заняло третье место. Большое спасибо моей группе поддержки. Город Новоуральск. Ну, вообще, наверное, передружились, да, все на конкурсе? Однозначно. Вот когда начались благотворительные проекты, и вначале небольшое количество девчонок участвовало, и вот с каждым разом, так скажем, у нас становилось все больше. То есть, вот с этим 16 проектов сделали благотворительные. Очень благотворительные проекты – это то, чем славятся конкурсы миссис Евразия. Расскажите, в 16, да, что было самым таким, ну, знаковым для вас? Знаковым, наверное, самым таким большим проектом получился детский дом в городе Арамиль. Мы там сделали 72 квадрата площадь, спальная комната для девочек и для малышей. Это мы поклеили обои, поменяли линолеум. Своими руками? Да, сделали несколько мастер-классов для детей. Они нам подготовили концерт. Мы закупили большое количество канцелярских товаров, товаров для творчества, спортинвентарь. Сделали праздничные сладкие столы, то есть, ну, подарков привезли много, вещей собрали, игрушек. Ну, это вот, это правда было что-то грандиозное. Ну, и, в принципе, в других городах – Камышлов, Каменскураль. То есть, это еще и богато географией, да, было социальных проектов? Да. Новоуральск, Верхняя Пышма, Верхняя Солда, Рифтинский, то есть, в Екатеринбурге это были и детские дома, и школы-интернат, и коррекционные школы, приюты для животных, благотворительные фонды аистенок, оркоцентр. На самом деле, мы сдавали кровь на донорство костного мозга. Если даже кто-то не мог, например, Даша, вот, кормящая мама, у нее муж пошел, я по возрасту не подходила, у меня подружка дочери пошла вот в донорство, то есть, у нас действительно вот было, это все было от души, это настолько было, если делать, то делать хорошо, чтобы это было действительно, вот, проект был завершен, и он не просто привезти, отдать, да, вот, мы были, ну, не знаю. Новоискло, всплотило вас это? Очень, очень. А вам что запомнилось, Дарья? Ой. Ну, пожалуй, наверное, мне запомнилось, конечно, все благотворительные проекты, каждая там, ну, отличительные какие-то были особенности, но самый первый проект в Верхней Пышме, вот, не знаю, почему я так его запомнила, мы собирали вещи, это там у них тоже фонд, «Вместе поможем» называется, и по сбору вещей для семей, которые попали в трудные ситуации. И вот это была наша первая встреча участниц, то есть вот мы впервые видимся, как это вообще все будет, вот так вот волнительно ехать было, что как сейчас все воспримут, а какие у нас будут отношения. То есть это не только первая акция была, но и наше какое-то знакомство, именно вот с этой стороны открылись девочки. Оказалось, что все так просто, легко, у всех добрые сердца, и в первую встречу я поняла, что все будет хорошо. Ну вот финал уже состоялся, расскажите про него, какой был главный приз, насколько сложно все это было, долго? Ну, сам финал – это уже итог всей нашей работы, то есть это уже праздник, именно уже какой-то даже отдых души нашей, пусть, конечно, началось постараться. Ну, конечно, это было очень как бы волнительно, эмоционально волнительно, потому что мы так долго, то есть у нас мы по прямой шли, шли, вот к этому финалу готовились. А вообще, конечно, сам проект – это те месяцы подготовки, которые у нас были. Это наши занятия, мастер-классы, встречи с партнерами, благотворительные проекты. Поэтому уже на финал, ну, по крайней мере, у меня уже было такое чувство, что вот праздник нам нужно просто получить удовольствие. Я думаю, мы это и сделали. А приз-то какой был главный? Главный приз был… Я сейчас в главном призе. Золотые сережки от торговой марки «Ювелирный ринго». Вот один. Понятно, что финал конкурса – это все-таки не финал всего, да? У вас впереди еще очень много работы. Расскажите, что предстоит? Предстоит… Мы с девчонками организовали уже группу и взяли на себя обязательства по одному благотворительному проекту каждый месяц в 2019 году. Если получится больше, ну, будем рады. Ну, хотим делать уже более, так скажем, масштабно, более полно. Будем привлекать своих знакомых в нашу группу. То есть, если сейчас мы делали сами и просто собирали средства, например, от кого-то от знакомых, то я думаю, что в нашу группу будут входить наши друзья, партнеры. Ну, то есть вы настолько прониклись в историю месяца Евразии, что решили дальше продолжать все вместе. Да. Скажите, а что могли бы сказать сейчас тем мамам, которые нас смотрят? Не бойтесь делать первый шаг по изменению себя. На самом деле, начинаешь себя любить больше, начинаешь на себя смотреть другими глазами лучше. Лучше. То есть, вот как на женщину, как на маму. Потому что, наверное, слово «мама» — это ведь не только мама своих детей, да? Это помогать тем, кому это очень нужно. Это не обязательно дети, потому что мы ездили и к старикам, и к инвалидам, ко взрослым, понимаете? И везде были счастливы, что всем нужно тепло, всем нужна любовь, всем нужно общение, внимание. Счастливая мама — счастливая семья. Вот я вот с этим выражением абсолютно согласна. То есть, если мама чем-то расстроена, какие-то внутренние упадки, да? Ну, это отражается в любом случае на семье, я так считаю. Поэтому нужно повышать себе настроение, любить себя, не забывать про себя. И тогда все вокруг будут счастливы. Ну, а участие в конкурсе желаете? Потому что некоторым кажется, что это очень сложно. Это... ну, как сказать сложно, да? Это интересно, это несложно. Это кажется, правильно Наталья сказала, нужно сделать первый шаг. И тогда ты поймешь, что все возможно, и ничего невозможного нет. Вы знаете, у нас больше половины нетанцующих было мамочек. Я сама была в жутком сопротивлении, когда у нас были репетиции, первые репетиции по танцам. Но потом, когда стало получаться, это вот такой кайф испытал каждый. Каждый вот от самого танца, от того, что получилось, ну, и от последних репетиций особенно. Спасибо вам огромное за вдохновляющий разговор с наступающим Новым годом. Ну и всем красоты и счастья. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова